очередной выпуск колонки редактора мы записываем 13 мая дата важна это день памяти пожалуй самого выдающегося человека когда-либо игравшего за одесский черноморец да я о валерии лобановском который ушел от нас в 2002 году в запорожье вы помните эти трагические события даже если интересуетесь в полом так себе а валерий васильевич играл здесь учился в политехе мы с ним какой-то степени даже коллеги нас обучал один и тот же зам декана говорим сегодня об одесском черноморце которая если ничего экстраординарного и сверхъестественного не случится вернется в премьер-лигу после двухгодичного отсутствия у нас принято ругать футболистов в частности футболистов одесского черноморца мол как же так команда из миллионного города с такими победными традициями с таким стадионом вынуждена играть в первой лиге против команд из сел каких-то колхозов совхозов давайте немножко разобьем мифы черноморец всегда был грандом советского футбола украинского футбола да нет же до была бронза чемпионата советского союза в далеком 74 году до было несколько запоминающихся матчей в еврокубках против мадридского реала вердера латс он когда это было у киевского динамо и других команд советских я имею ввиду команд советское время было гораздо больше запоминающихся поединков на евроарене года независимости черноморец по инерции немножко повезло мастерство тренера игроков которых не разобрали выиграл два кубка украины дважды был серебряным призером чемпионата и затем в общем-то постепенно превращался из не в средняка а украинского футбола то в команду в которой которой все больше говорилось в таком прошедшем времени вот когда-то вот черноморец вот гроза авторитетов а вот кубок украины а вот советское время черноморца началась не то чтобы черная полоса но полоса такая разная команда не один раз вылетала в первую лигу но ведь были и другие поводы говорить о команде причем говорить не только плохо с 98 года первый раз когда черноморца случились такие серьезные финансовые проблемы вы понимаете с чем они были связаны команда долгое время ассоциировалась черноморским морским пароходством пароходство не стало но команда жила команда жила я помню как тогда в конце 90-е всем благодарили где-то даже боготворили бизнесмена тогда еще не народного депутата леонида климова в среднее время на леонида михайловича может быть заслуженно может нет я сейчас не даю этому оценку летят и критические стрелы вот до чего довел команду команда вот в первой лиги то о чем я говорил играет с кими-то непонятными психоз коллективами при всем уважении командам первой лиги давайте посмотрим на этом с другой стороны да с леонидом климовым связаны и черные страницы в новой истории одесского футбола там все пять вылетов в первую лигу то их было именно 5 связаны с именем климова но была бронза чемпионата украины 2006 года был финал кубка украины куда попасть теперь уже было сложнее чем это можно было сделать в 90-е было успешное самое успешное выступление в еврокубках вы знаете можно вспоминать о реале вердере 80 но черноморец преодолел столько раундов сезоне 13-14 показывая действительно яркую интересную вразумительную игру были нормальные легионеры был роман григорчук достойный тренер были в общем-то и свои очень качественные футболисты вы хотите уважаемые болельщики любители футбола чтобы мы не ассоциировали этот успешный период также с периодом скажем так правление леонида климова я ни в коем случае не играю там роль адвоката дьявола у каждого к нему свое отношение давайте еще затронем один аспект вы помните что черноморец шумел на еврокубковой арене и в украинском футболе последний раз это было 13-14 год тогда же когда о себе заявляли и харьковский металлист и днепропетровский днепр который тесно прочно связывали с тоже не бедными людьми нашем футболе александром ярославским и игорем коломойским где днепр финалист лиги европы 2015 года где металлист который в общем-то играл в четвертьфинале лиги европы брал даже серебро чемпионата украины этих команд нет в том виде в котором они существовали юридически как они были оформлены они прекратили свое существование на самом деле днепр стал не интересен игорь коломойскому сразу после того как вышел финал лиги европы у команды огромные долги команда опустилась во вторую лигу дошла до аматоров металлистом ситуация драматичнее там был конфликт у ярославского и уже покойного мэра геннадия кернеса клуб забрали практически у ярославского в общем то если не силой то не очень честно сейчас ярославский возвращается это торгуется с болельщиками торгуется с руководством города вот если не будете ходить на футбол я не буду заниматься то есть такие разговоры о поиске вчерашнего дня всем понятно что это уже будет совсем другой металлист не тот за которым наблюдали за который болели но не все болели потому что мне было трудно заставить себя болеть за команду из 9 южноамериканских футболистов но не в этом дело украинский футбол развивался крутились большие деньги строилась инфраструктура поэтому говорить о том что олигархи это зло для нашего футбола давайте придумаем какую-то другую схему развития популярного спорта давайте мы будем все владеть командой будем платить взносы будем выбирать президента руководство команды вы хотите да платить содержать черноморец содержать днепр содержать металлист мне скажете ну нашел дорогов нам бы за квартиру заплатить чуть-чуть мы будем спортивный коллектив содержать а европейские традиционные клубы между прочим так и существуют болельщики покупают акции и имеет право голоса в решении различных вопросов так вот о чем я говорю при всех негативных моментах которые так или иначе связаны с владельцем одесского черноморца вылет в первую лигу такая себе игра черноморец он существует он никуда не исчезал он не был помножен на ноль процитирую я одного управленца не все команды они выдержали этот период непростой период который связан с войной с экономическими проблемами черноморец один из аксакалов выдержал выдержал пусть пересидев в первой лиге сейчас команда возвращается я не знаю что нас ждет в сезоне 21 22 я даже не уверен будет ли климов руководить скажем так ну как руководить владеть команды сейчас много идет разговоров сейчас даже уже леонид михалыча стадионом не владеет рядом с которым мы сейчас находимся но тот факт что одесским любителям футбола они безусловно есть будет за кого болеть сезоне 21 22 это приятная составляющая всех этих проблем и мытарств которые мы за последнее время переживали я не призываю болеть черноморец я не призываю ветеранов фанатского движения расставаться с идеями о том что вот раньше было лучше трава зеленее а вот как играли забивали побеждали следующем сезоне черноморец будет принимать на своем стадионе я надеюсь киевская динамо и шахтер подумайте об этом приятном факте это была колонка редактора с вами был виталий хеми смотрите репортер